Всем привет! В этом видеоуроке я вам хочу показать, как связать под вашу шапочку Бини наборчик. Вот такие замечательные варежки. Вяжутся они довольно-таки легко и быстро. Вот мы вязали с вами шапочку Бини. Я решила здесь добавить узорчика с Бини. Вот смотрите, такая замечательная елочка. И сейчас я вам скажу размеры моих варежек, чтобы вы ориентировались. Итак, полностью ладошка моя 16 см. От начала варежки до пальчика 5 см. От пальчика 11,5 см. И сам пальчик 6 см. Резиночка у нас 8,5 см. В общем, я надеюсь, что вам понравилось. Если да, присоединяйтесь. Мы начинаем вязать. Для вязания вам понадобится чулочная спица. Четверочку я взяла. Ализела на гол. Пряжа 651 цвета в 100 граммах 240 метров. Ножнички, заправочный крючок. Помните, я вам говорила при вязании шапочки, что лучше приобрести 2 моточка сразу. Вот мы будем сейчас использовать второй моточек. Для начала набираем 33 петельки классическим способом. Сначала на одну спицу. Две начальные. Приставляем вторую. И донабираем. Всего нужно набрать 33 петельки. Вот мы набрали 33 петельки. И теперь нам их нужно распределить на 4 спицы. Смотрите. Мы перевытаскиваем ту спицу, на которой 2 начальные петельки. И на нее нанизываем 8 петель. 2, 4, 6, 8. Теперь берем следующую спицу. На нее также нанизываем 8 петель. 2, 4, 6, 8. Третью спицу берем. 2, 4, 6, 8. И на четвертой спице у вас должно остаться 9 петель. Для чего? Смотрите. Мы берем с нашей первой спицы будем считать вот это. С крайней спицы, на которой мы закончили набирать. Одеваем на вот эту спицу, как бы замыкаем в круг. И с последней спицы делаем протяжку. Одеваем вот эту последнюю петельку на ту, которую мы только что переодели на спицу. Таким образом мы замыкаем круг. Вот. И теперь берем, подтягиваем, тянем в разные стороны ниточки. Таким образом можете пересчитать. У вас на каждой спице должно быть по 8 петель. Мы как бы ее сейчас убавили, замкнув круг. 33 петлю. Теперь, что мы делаем. Первую петельку со спицы вяжем лицевой. Вторую, изнаночной. Лицевой, третью. Изнаночной, четвертую. Лицевой, изнаночной. Изнаночной, лицевой и изнаночной. Таким образом. Смотрите, у вас может по ходу вязания в первом ряду вытаскиваться спица. Вы не бойтесь, придерживайте и просто обратно ее вставляете. Нам нужно таким образом провязать лицевая и изнаночная до конца ряда. Вот, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я уже провязала две спицы. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Теперь четвертая спица осталась. Снова повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Теперь вот мы провязали первый ряд. Вот эту коротенькую ниточку при наборе петель, которая была, мы подтягиваем еще раз ее и сюда вот наверх выводим. Теперь второй ряд. Там где была лицевая, так и провязываем лицевую. Где изнаночная, провязываем изнаночную, лицевая, изнаночная. И снова повторяем с самого начала. Таким образом мы формируем резинку один на один. Ей нам нужно провязать, ее резиночку, нужно провязать всего 20 рядочков. Но так как мы один провязали и второй уже начали, будем считать, что это два ряда. 18 рядов вам нужно еще довязать самостоятельно, просто по кругу. Петелечка над петелечкой, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Я провязала 20 рядочков в резинке один на один и продолжаю вязать 21 ряд. 21 ряд мы вяжем все петли лицевые на четырех спице. Единственное, что изнаночные вяжем за заднюю стенку, лицевые за переднюю, изнаночные за заднюю, лицевые за переднюю. И так полностью весь ряд лицевыми петельками. Вот, я довязала ряд лицевых. И теперь смотрите, мы поделим наше вязание на внутреннюю часть и внешнюю. Смотрите, по 16 петелек. Внутренняя часть будет у нас отделяться вот такой вот ниточкой. То есть вот у нас первая и четвертая спицы, это внутренняя часть. Итак, мы внутреннюю часть вяжем всегда лицевой гладью. Вот, провязали одну часть внутреннюю. Теперь переходим к внешней части. На внешней части у нас сейчас пока лицевые. Вот все идут, кроме одной последней. Она у нас изнаночная. А вторая часть внутренней, наоборот, будет первая только изнаночной. А все остальные будут лицевые. Довяжите вот вторую часть переда. И внутреннюю часть, получается, четвертую и первую спицу лицевой гладью. Третий ряд узора вяжется полностью все петельки лицевые. То есть в этом ряду нет изнаночных петелек, только лицевые. Изнаночные, когда будете провязывать лицевыми, провязывайте за заднюю стеночку всегда. У вас тогда будут красивые, ровные, неперекрещенные петельки. Четвертый ряд внешней стороны. Будет снова все петельки лицевые, кроме последней петельки. Она у нас снова изнаночная. А с третьей спицы наоборот. Первая изнаночная и все остальные лицевые. Пятый ряд внешней стороны. Снова все петельки лицевые. Изнаночную провязываем лицевой за заднюю стеночку. Шестой ряд внешней стороны. Провязываем следующим образом. Три лицевые. Пять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. С третьей спицы наоборот. Пять сначала провязываем изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. А затем три лицевых. Один, два и три. Седьмой ряд. Полностью все петельки провязываем лицевыми. Изнаночные петли лицевыми провязываем за заднюю стеночку. Восьмой ряд. Вяжем четыре лицевые и четыре изнаночные. Третью спицу провязываем наоборот. Сначала провязываем четыре изнаночные. Раз, два, три, четыре. А затем четыре лицевые. Девятый ряд провязываем полностью все петельки лицевые. Изнаночные провязываем также лицевыми за заднюю стеночку. Десятый ряд провязываем сначала пять лицевых. Три, четыре, пять. А затем три изнаночных. Два, три. На третьей спице наоборот. Сначала три изнаночные. Один, два, три. А затем пять лицевых. Два, три, четыре и пять. Смотрите, если вы сейчас начнете смотреть, то у вас уже прорисовывается ствол и нижняя часть елочки. Одиннадцатый ряд провяжем все петли лицевые. Изнаночные провязываем лицевыми за заднюю стеночку. Двенадцатый ряд провяжем следующим образом. Сначала провяжем один, два, три, четыре, пять, шесть петелек лицевыми и две изнаночные. На следующей спице в противоположном таком зеркальном отображении две изнаночные и шесть провяжем лицевые. Тринадцатый ряд все петельки провяжем лицевыми. Изнаночные петельки провяжем за заднюю стеночку. Четырнадцатый ряд провяжем все петельки лицевые, кроме последней. То есть семь лицевых, четыре, пять, шесть, семь и одна последняя изнаночная. На следующей спице в зеркальном отображении первая изнаночная и семь лицевых. Четыре, пять, шесть и семь. В пятнадцатом ряду вам понадобится небольшой кусочек ниточки другого цвета. Хотите, возьмите такого же, но я вам советую другого, чтобы вы видели. И мы начинаем вязать с внутренней стороны, то есть с первой спицы. Между первой и четвертой я сейчас вяжу, вот на первой спице. Провязываете две обычным способом лицевой. Затем берете ниточку другого цвета и следующие четыре петельки провязываете на нее. То есть вот подтягиваете краешек, чтобы он у вас не выдернулся. И провяжете первые четыре петельки, ой, средние четыре петельки, простите, на нее. Вот, один, два, три и четыре. Будет не очень удобно. Смотрите, теперь эти же петельки, провязанные, возвращаете на левую спицу. Берете основную ниточку нашу. И провязываете их же. Те, что были на дополнительной ниточке провязаны, четыре петельки. Снова их провяжите, но уже основным цветом. И довяжите те две последние, которые ожидали. То есть две крайние были в начале и две последние были. Смотрите, таким образом четыре петельки мы оставили на дополнительной спице. Таким образом мы оставили их открытыми. Из них будет провязываться наш пальчик. Теперь вяжем пятнадцатый ряд узора нашего. Провязываем полностью все петельки лицевые. Вторую спицу лицевые. Изнаночные за заднюю стенку обязательно. Теперь третью спицу провязываем изнаночные за заднюю стенку и лицевые. И когда будете вязать, мы сейчас вяжем на левую ручку, варежку. Когда будете вязать на правую, то в этом же ряду, в пятнадцатом, делайте то же самое, только получается уже на четвертой спице. То есть оставите для вот этого пальчика. Средние четыре петельки. Провяжите две основным цветом. На дополнительную ниточку четыре другим цветом. Вернете их на левую спицу. И еще раз провяжите основной ниточкой. Довяжите две лицевые. Таким образом, смотрите, вы оставите... Сначала мы оставили для левой стороны, для левой варежки, для пальчика большого. А следующий, когда будете следующую варежку вязать, оставите для правой ручки, для большого пальчика, уже с другой стороны. Не забудьте этот момент. Я думаю, здесь вам будет все понятно. Шестнадцатый ряд вяжем как шестой. Получается у нас три петельки лицевые, затем пять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. Следующую спицу вяжем в зеркальном отображении. Сначала пять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять. А затем три лицевые. И сейчас у нас узорчик будет повторяться шестого ряда. То есть сейчас шестой мы провязали десять средних изнаночными. Затем седьмой мы будем провязывать семнадцатый как седьмой лицевые. Затем уменьшать уже восемь посередине будет изнаночные. Затем лицевые семь. И так далее. То есть вы повторяете вот от этого момента. Получается от шестого нашего, от шестого ряда. Продолжаете вязать. Шестой мы провязали, седьмой, восьмой и так далее. Вяжете вот этих вот треугольничков, таких вот елочек. Чтобы начиналось с десяти средних изнаночных, а заканчивалось двумя. Три раза. То есть мы один раппорт провязали, начали второй. Вам нужно закончить второй и провязать еще третий. Без либо каких-то изменений. То есть с изнаночной, ой, как с внутренней стороны у вас будет лицевая гладь только. А с внешней стороны у вас должны получиться три вот такие треугольничка. Своего рода елочка. Пенечек вы пропускаете. То есть почему я вам сказала шестого ряда делать? Потому что первая, вторая, третий, четвертый и пятый ряд у вас были пенечек. А теперь мы начинаем с шестого ряда. И продолжаем чередовать. Просто лицевой ряд, затем десять петелечек. Просто лицевой ряд, восемь петелечек. Лицевой ряд, шесть петелечек. Лицевой ряд, четыре. Лицевой, две. Итак, нам нужно сделать еще два вот таких раппорта. Мы второй начали. Всего должно быть три вот таких треугольничка. И когда довяжите елочку, мы с вами встретимся во второй части нашей варежки.